В эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Список умных вещей с каждым днем пополняется все новыми девайсами. Японские дизайнеры представили SmartZone. Устройство работает в паре со смартфоном, синхронизируясь с ним по Bluetooth. Приложение Компаньон берет данные с ресурсов о погоде, зонт получает информацию и сообщает владельцу, что происходит за окном при помощи трех светодиодных датчиков. Кроме того, разработчики уверяют, что их SmartZone трудно потерять. Посредством приложения зонт пришлет своему рассеянному хозяину уведомление о том, что его забыли, а также подскажет точные координаты своего местонахождения. Задумка простая, но интересная. Единственным недостатком здесь, конечно же, является постоянно включенный Bluetooth на смартфоне. Батарея будет садиться существенно быстрее. Тем временем американские стартаперы презентовали необычный аксессуар для умных часов – левитирующую зарядку. Компания по сбору средств еще идет, но ее уже можно считать успешной. Разработчики рассчитывали на 44 тысячи долларов, а уже собрали более 100 тысяч. Система состоит из миниатюрной магнитной док-станции, батареи и летающей зарядки на магнитах. Встроенного аккумулятора хватит на две подзарядки умных часов или же смартфона. Отметим, что аппарат работает пока только с часами Apple Watch и Pebble. Начало поставок новинки ожидается в октябре 2016 года. Игру с дополненной реальностью Pokemon Go загрузили уже более 100 миллионов раз. Об этом сообщает портал TechCrunch. Данный показатель был достигнут всего за несколько дней. На конец июля было лишь 75 миллионов загрузок. По данным TechCrunch, игра ежедневно приносит своим разработчикам до 10 миллионов долларов. Это при том, что во многих странах, в том числе и в России, Pokemon Go до сих пор недоступен. Игра бесплатна, а монетизация происходит за счет внутриигровых покупок. Отмечается, что основную долю прибыли генерирует лишь небольшая группа игроков, которые, если можно так выразиться, буквально помешаны на охоте на покемонов. Большинство же ловит карманных зверьков и бесплатных дополнений. К слову, на днях разработчики сообщили, что в ближайшем будущем Pokemon Go ждет несколько крупных обновлений. Россия сохраняет лидерские позиции по доступности мобильного интернета. Новый рейтинг публикует сервис промокадабра. Всего в списке 50 стран. Самый дешевый мобильный интернет оказался в Польше, где 3 гигабайта интернет-трафика обойдутся путешественникам всего 170 рублей. На втором месте Иран, где такой же пакет стоит 282 рубля. Ну а Россия на третьей позиции. В среднем 350 рублей за 3 гигабайта трафика. Недорогим мобильным интернетом могут также похвастать Индонезия, Египет, Аргентина, Индия, Мозамбик, Бразилия и Австралия. А вот самой дорогой страной для путешественников, которые хотят всегда быть в сети, признаны Объединенные Арабские Эмираты. Туристам, собирающимся посетить ОАЭ, эксперты советуют проверить цены на роуминг у своего мобильного оператора, либо приготовиться заплатить 2740 рублей за 3 гигабайта трафика. Кусаются цены и в США, и в Канаде, а также в Китае. Около 2000 рублей в месяц за пакет в 3 гигабайта. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!